Решила я поэкспериментировать с укоренением черенков герани. У меня от обрезки верхушек герани и лишних побегов остались небольшие черенки. Думаю выкидывать жалко и попробую укоренить их проэкспериментировать. Будет у меня мерка F1. Между прочим очень красиво цветет, мне понравилось. И ярко F1. Такая от меня еще не цвела. Я их разделила. Получилось каждого по 4 штучки. Каждый буду по 2 пробовать в воде, по 2 в грунте. Но буду я не просто вода в грунт, и землю, и в воду ставить. Попробую добавить немного стимулятора корнеобразования. У нас здесь расход раствора идет 1 грамм на 1 литр воды. На одно растение для замачивания или на два растения для полива под корень. Но я немножко сделаю по-другому. У меня здесь в бутылке набрано где-то грамм. Миллилитров 700 воды. Объем здесь большой, 20 грамм. И приблизительно возьму я одну сороковую отсюда часть. Могу брать приблизительно на глаз, потому что весы у меня меньше грамма не взвешивают. Мне кажется, такого количества порошка будет достаточно. сейчас поболтаю. Мне почему-то всегда интересно, он пенится. получился у меня раствор в два раза слабее, чем рекомендовано. Вот такие стаканчики. В бутылочек буду ставить, мне понравилось. Так, готово. Смирка у нас пошла. Начнем с мирки. Вот такие череночки. Вот такую верхушку, как мне не было жалко срезать, но все-таки я ее срезала. Так, черенки герани, прежде чем ставить хоть в воду, хоть в грунт, я подсушиваю где-то около полутора-двух часов. И только потом, за разницу под грунт. Думаю, такой мне лучше все-таки в грунт поставить. Так. Эземплярчик. Этот мы поставим в миду. У меня на них всех написан сорт, дата, укоренение. Ну и тут дальше, чтобы потом не перепутать при следующей посадке, пересадке. Вот этот сюда. И этот. Сюда. череночек. Так. Польем нашим раствором. Стимулятором корнеобразования. Ну и посмотрим, какой из них и как лучше все-таки приживется и какой быстрее даст корни. Так. Черенки в растворе укоренителя у меня простояли ровно сутки. И теперь водичку я поменяю. Все пока вроде живы. Никаких особых изменений я не вижу. Это уже хорошо. Листики плотненькие, хорошенькие. Просто эту воду слеть. И отстоянную водичку комнатной температуры налить. Стопка достаточно, чтобы появился корешок. Это была ярка. Это мирка. Череночки. Посмотрим, через сколько времени они дадут корни. С таким укоренителем. Посмотрим. Ну, просто в обыкновенной воде у меня корни отрастали самобыстро за две недели. Не раньше. Ну, в земле пока тоже черенки стоят. Никаких изменений нету. Всего лишь прошли сутки. И вот водичку в стаканчиках раз в день я всегда меняю на свежую, чистую, чтобы не было загнивания. Вот мой опыт продолжается. Как с укоренителем быстро корни растут. Сегодня 11 апреля. Ставила я их 27 марта. Сегодня 15 дней с момента того, как я поставила. Но первые корешки я заметила еще неделю назад. Прошло две недели. И вот такие вот хорошие корни пошли. Сейчас я их тоже буду сразу высаживать. Высажу пока их тоже в такие же маленькие стаканчики. Вот такие замечательные уже большие корни. Средство действует. Действует хорошо. У меня только один корешочек не вырос. Но я уже не раз сталкивалась с таким это или стволом. Не такой черенок я отрезала. На нем пока нету, но вот эти вот белые точечки будут корешочки. У меня бывало порой, что около месяца даже стояли и не появлялись корешки. Но тут чуть-чуть водички у меня есть. У меня здесь уже разбавленный раствор. И я прям сейчас сюда и добавлю. Получится в нужной концентрации. Вода не сильно как раз хватает, чтобы пустить корешки. То есть немного воды достаточно. Подожду еще. Ну и те, что в земле я ставила. Также укоренителем поливала сразу, как только их поставила. Ну все стоят живенькие, здоровенькие. Кое-где в некоторых даже молодые листики начинают появляться маленькие. Так что укоренитель для герани хорошо и отлично прям ушел. Все листики хорошенькие. Так что можно пользоваться, не стесняться. И этот способ хорошо работает и себя зарекомендовал. Так, таких двух товарищей с корешками я уже посадила. И сейчас покажу, как я буду следующего. Может кто-то по-другому делает. У кого-то свои советы и рекомендации есть. Буду рада. Так, ну этого корешки прям закрутились. Но они достаточно длинные, чтобы можно было так же приспокойненько его сажать. Пока этого стаканчика хватит, потому что я все равно буду, как установится теплая погода, пересаживать в огород, во двор в землю. Так, земля, грунт тут обыкновенный. Для рассады этот раз я взяла. Так что пойдет здесь у меня уже разведенный укоренитель. И сначала я лью в луночку его. Ставлю. И, конечно, присыпаю землей. Еще на тот корешок оставляла землю в стаканчики. Чтобы не подумала, что корешков не пустилось. И все, утрамбовываем, чтобы не падал. И обычно, когда пересаживаю или вот укореняю в земле, я на первые несколько дней стараюсь оставить, куда солнышко не попадает. А потом уже ставить на более яркий свет. А первые два дня желательно и на ярком свету не быть. И потом уже на поярче. Вот так вот. Утрамбовала. Все. И теперь еще сверху немножечко долью. И гераньки у нас готовы. Ну и как только появятся первые у нас цветоносы. И обязательно коротенькое видео сниму. И вам покажу. Тем более сразу узнаем, какие дадут вперед. Те, которые были сразу посажены в землю на укоренение. Или те, которые у нас укоренялись в воде. У них у меня здесь у каждого своя галочка. Здесь просто укоренение 27 марта. А здесь у меня написано укоренение 27 марта. Это то, что в воде. И посадка сегодняшним числом. 11 апреля. Ну а то я потом сниму отдельное видео. А пока что до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok